Слушай, я тебе говорю, что он не включается, он где-то потрясен. Ты уверен? Конечно, я думаю. Смотря-то он не включится вообще. Нет, я тебе говорю, что он не включится, я даже не думаю. И талон, талон гарантийный, это обязательная вещь. Скажи, если нет документов, тогда цена падает, скажи, на 30. Ребят, всем привет. Каждый из нас каждый день пытается заработать деньги. Сегодняшний день не исключение. Я не исключение. Человек, который привезет мне этот телефон, тоже не исключение. И тот человек, который купил и продает, тоже не исключение. Что-то дофига исключения получилось, да? Нет, на самом деле все намного проще. Сейчас я вам расскажу. Значит, такая история. Человек, ему понадобилось деньги. То есть срочно нужно ему 500 долларов. Что он сделал? Нет, чтобы там пойти, там где-то подработать, заработать. Он пошел в салон МТС и взял Galaxy S9 Plus в расстрочку. Ну, там на год, на два, я точно не знаю. Предложил моему знакомому телефон этот. Говорит, там, блин, 500 долларов. Не, он ему больше, он сперва хотел его больше продать. Ну, дороже продать. То есть там где-то 650 хотя бы, вот как минимум. Вот, а тот сразу же позвонил мне, поскольку он знает, что я скупаю эти телефоны. И сказал, сколько ты готов за него отдать? Я ему сказал, что я могу отдать тебе 11,5 белорусских рублей. Он у него уточнил, сколько он минимально хочет за него. В итоге он ему отдает 10,80. Я ему отдаю 11,50. То есть он зарабатывает 70 рублей. Ну и, соответственно, я. Я его беру даже не больше для заработка, как для того, чтобы установить на него прошивку. Android 9, там, еще пару интересных прошивок. Все мы знаем, что таких случаев, да, бывает много. Вот я открыл страницу сейчас у меня здесь на ноутбуке. S9+, на МТС он стоит у нас 1000 долларов. Соответственно, человек теряет почти в два раза. Он отдает 1000, получает там 500 долларов. Конечно, он проигрывает в два раза. Плюс ему еще, наверное, за рассрочку там накидают какие-то проценты. Это, конечно, жестко. Но бывают и такие случаи. Вот как раз-таки в таких случаях можно выгодно купить. Кто-то из вас может сказать, зачем ты у него покупаешь, бедный мужик там и так далее. Ребят, я ему, наоборот, помогаю. Я покупаю у него телефон. То есть, ему нужны деньги, я ему отдаю деньги. Он идет, решает свои вопросы. Ему пофиг в том, что он там переплатит в два раза больше. Вот, кстати, этот S9 у нас на МТС. Ультрафиолет какой-то цвет здесь. Но у него, я надеюсь, он черный. 2078 рублей 97 копеек. Так вот, я уже приготовил деньги с минуты на минуту. Они сейчас должны прийти. Для тех, кто не в курсе белорусских рублей, это где-то тысяча семьдесят долларов. Ой, нет. Где-то пятьсот семьдесят долларов. У нас здесь одиннадцать с половиной белорусских рублей. То есть, тысяча сто пятьдесят. Все, ждем человека. И посмотрим, что за S9. Кстати, он сказал, что... И вот он нашел. То есть, телефон, как бы, числится, как неделя БУ. Хотя, на самом деле, ими вообще никто не пользовался. Я тут репортажит. Ох, S9+. А, отворс, пожалуйста, открыть его. Ты смотрел там все четко? Да, да, все, все. Неделя там был. Он... А, он еще не подозревался. А? Возле меня купил. Он Тесси? Да. Ну, переверни, пожалуйста. Ага. Да, все пленки на месте. Все, все. Здесь наушники. Это что за фигня? Ага, переходник, наушники. Даже ничего не открылся. Отлично. Я, скорее, взял, не просто, блин. Дорого, да? Да, ну, нахрен, что худенешь, пятна, двор, мой. Это что? Плюс? Да. Смотри, пожалуйста, вот это переднее. Я включу, хоть, проверю. Ну что, похожу с ним немножко я? Ходи, сколько хочешь. Ты же, я тебе говорю... Слушай, а он не включается? Может, я так потрясен? Ты уверен? Конечно, я думаю. Смотря, то он не включится вообще. Нет, я тебе говорю, что я села потрясен. Даже не думаю. Окей, окей, проверю. Так, ну, давай наклеим. А где талон? Талон гарантина, это обязательная вещь. А это я не знаю. Ну, я на это надеялся, что я мог потом его продать. Сказать, что телефон на гарантии. Пока ты смотришь, я вот здесь гляну, обычно документы... А ну, что? А ну, что? Нет, нет, нет. Скажи, если нет документов? Ну, я сначала дам, и всё. Так, именно, да. Тогда цена падает, скажи, на 30. А, если есть, и нам, я же, я вам не буду с этим, я буду с этим, по-моему, по-моему, с этим, по-моему, с этим, да, ты. Ну, да, нет. А, да, ну, че? Ну, что ты привезёшь, и я обменяюся, ты мне гарантию. Потому что без гарантии я его не смогу продать. Так, рублей что оставить тебе? Ну, рублей 20. Ты привозишь, когда приедешь в Минск. Я тебе отдаю 20, ты мне талон там... Хорошо. Потому что без талона мне его будет тяжело продать. 11.50, ты мне отдай 20 рублей, и всё. Здесь чистый, тихо. Чистый, чистый. Талон этого я знаю. А они есть? Они перед... Не, ну, я знаю, что есть, просто... А если 10? Ну, серьёзно, знаешь, мне зачем это? Нахрен мне это? Я же всё равно каждый, по вторникам езжу на жданах сюда. Ага. Тогда я привезён сюда, что там. Хорошо, т.е. следующий вторник, да? Сегодня вторник, что же? Да. Хорошо. Тогда будешь проезжать, позвонишь, и там... Отдашь мне эти деньги тогда, а? Вот 8. Так. Всё, на связи. Пойду включать, заряжать. Даже про телефон, я думаю, я тебя... Ну, надеюсь. Всё, зарядку жду. Ой, зарядку, блин, бумажку. Всё, хорошо. Хорошо. Позвольте, скажи, за 11. Хорошо. Ну, что, ребят, пошёл домой заряжать, проверять, не обманул ли он меня, а то зарядки село, видите ли, и талон не дал. Но 10 рублей я взял за лого. Я думаю, что он за 10 рублей мне привезёт. Ну, чёрт его знает, конечно. Ну, посмотрим, окей. Так, ну что, я разложил тут свои манатки, смотрите, коробка даже какая-то грязная. А, то он, наверное, когда ложил, запачкал. Так, самое главное, RST-STB S9+. Давайте мы его всё-таки попробуем зарядить. У меня, кстати, здесь S8 стоит. А на данный момент я снимаю на Note 8, что взял с ремонта. Давайте мы его сейчас попробуем зарядить. Не обманул ли он меня так, этот Xiaomi мы достаем. Кстати, это A2, я его тут пытался прошить. Короче, он у меня в кирпич превратился, я его разобрал. И буду замыкать контакты на плате, ребят, с этим Xiaomi. Вообще, такой геморройный телефон. Фух, была не была. Да, ребят, действительно пошла зарядка. Чего не обманул? По бокам, кстати, везде плёнка на телефоне. Если бы он им пользовался, он реально бы снял эти плёнки. Разве он не снял, значит, он действительно не пользовался этим телефоном. Зарядка у меня там вообще от Huawei, поэтому он сейчас будет медленно-медленно заряжаться. Но я хочу, чтобы он хоть пару процентов зарядил. Я его включил. О, кстати, кто там просил на Note 5 прошивки? Скоро будет, ребятки, не переживайте. Скоро будет. Я его уже разблокировал. Вот он у меня тоже новенький. Смотрите, аж запылился, реально. Он у меня тут лежит. Скоро будут прошивки. И так, боже, что-то он вообще не реагирует. Давай-ка мы кубик поменяем. Кстати, вот кто не знает. О, смотрите, сразу вырубился. От кубика много что зависит. Чем он мощнее, тем быстрее будет зарядка идти. Тем более, что если это самсунговский будет. Потому что самсунговские, они быстрее. А Huawei пока, походу, до этого не дошел. Так, ждем. Что-то... А, все, ребят, я уже испугался. Прошло почти 2 минуты. Он завибрировал и показывает 0%. Походу, разряд был глубокий. Чел его реально купил и все, и забил на него. Он в рассрочке, но по законам Беларуси, я не знаю, как в других странах, если он перестает за него выплачивать. Это у меня, кстати, тут... Что-то я тут чай пил или что? А, нет, что-то липкое. Если он перестает выплачивать, то в любом случае телефон у него не изымается. Не блокируется там и так далее. То есть, он должен быть все равно обязан выплатить салону те деньги, которые он должен за телефон. А телефон будет у меня, то есть, все, чики-пики. Так, телефон зарядился до 3%. Мне уже не терпится его включить. Давайте я попробую все-таки его запустить и убедиться все-таки быть спокойным, что он включается, все нормально. S9+, security knox, оригинал тут, конечно, видно сразу. Ну что, ребят, я, кстати, попробую походить с этим телефоном немножечко. Ой-ой-ой, вот он, красавчик. Попробую походить, потом буду издеваться над ним, устанавливать разные прошивки. Ой, ребят, вот что мне в S9 понравилось, так это звук. Блин, звучит, конечно, огонь. Смотрите. Стереодинамики. И реально офигенно звучит. Что с этого, что с этого. Ух, ух, ух. Конечно, музыка, конечно, ни о чем, но, поверьте, звучит бомба. Ну все, ребят, телефон работает. Чела этого я знаю, хоть и не... Ну, как сказать. Ну так, иногда просто созваниваюсь и очень редко видимся. Он приносит мне там телефоны проблемные. Вот, так что ему, в принципе, можно доверять. Хотя, если бы он хотел, меня обманул бы. Он приехал еще из другого города, там, Солигорска. Все, телефон работает, шикарно. Будем заряжать, прошивать, продавать. Ребят, отдам реально за себестоимость, честно говорю. Кому надо бы через недельку, там где-то через день 10, я его буду уже продавать. Все, всем спасибо за просмотр. У кого какие идеи, мысли, пишите в комментариях, ставьте лайк, обязательно поддержите, потому что это мой второй канал. Здесь нас немного, но здесь будут выходить интересные видосики. Все, всем спасибо, всем пока, до скорых встреч. Этот еще висит на Ми. Чертов китаец. Мы же придумали. Чуть что надо разбирать, чуть что надо разбирать. Кстати, здесь на плате термопаста. Что-то я не помню, что для такого видео, но у них, видите, на видном месте это все. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok